Немножко другая проблема, которую я начала озвучить, но это все равно в тему. Это не столько проблема, сколько факт настоящего. У всех, и в том числе, мне кажется, много в этих прокатах у нас в туризме, отсутствие дефицитов. Отсутствие перефицированных специалистов в области развития туризма для муниципалитетов. Для туркомпании нам нужен менеджер, который разбирается в проектировании, создании турпродуктов внутренних. У нас в основном менеджеры продажные, которые продают готовые турпродукты. Можно сейчас попробовать, чтобы Станислав записал. То есть недостаточное количество специалистов для работы в туркомпаниях по проектированию турпродуктов. Примерно так, да? Ирина, сейчас запишет. И как звучит тогда норма будущего? Ну, в каждой компании есть несколько. В компании, которые... Слово просто недостаточное не очень хорошо в данном случае описывает. Ну, например, вот вы как эксперт на рынке, сколько сейчас компаний, туркомпаний обеспечены такими специалистами? 20-30 процентов. Недостаточно, но сколько это обеспечено? Ну, 10 процентов. У нас тогда столько компаний обеспечены такими специалистами сейчас. В смысле, сейчас, когда я говорю, это имеется ввиду 26 апреля 2019 года, да? А соответственно, к какому периоду какой процент? Игиды там еще. Игиды, хорошо. Игиды. Теперь, формулирую, что вот это есть. Сколько процентов в каком году? К 21 году все привязаны. Все привязаны? 100 процентов? Ну да нет, мы мыслим неделями в том числе. Я бы 20-й граждан. К 20-му году? К 20-му, сезон 20-го. Сколько процентов? 100 процентов? Давайте реалистично. 20 процентов. К 20-му году вот этих туркомпаний обеспечены гидами и специалистами по проектированию турпродуктов. Да. Так. Барьеры? Ну, образовательные барьеры не нужны нам специалисты. Почему таких специалистов сейчас недостаточно? То есть нет образовательных программ? Образовательные программы есть и готовят вузы. И специалисты, которые выходят, наверное, и даже многие готовы, нет взаимодействия все-таки глубокого бизнеса и образования. Ага. То есть оторванность при подготовке специалистов от реальности, от реального бизнеса. Вузы нет. Связаны с реальным бизнесом. А что касается сезонных специалистов, которые гиды. Станислав сейчас запишет. То есть отсутствие связки образования и бизнеса? Раз. А как вы это решите к 20-му году-то быстро? Я боюсь спросить. Ну, у нас есть другие ресурсы, которые мы можем. Хорошо. Раз. Барьеры. У нас есть специалисты. Еще какие. И барьеры есть такой, что у нас сезонные специалисты. И... Сейчас, сейчас, сейчас. Поясните, Ирина не понял. Ну, вот у нас есть гиды и менеджеры. Так. Если про гидов говорить, то... А, это сезонная работа. Это сезонная работа. И сейчас там в основном работают... Молодежи там не очень много. Хотелось бы, чтобы там работала молодежь. Понимаю, что это сезонная или нет. И это нормально. Вообще сезонность я не настолько как отягощающий фактор. Вот именно. Может это, кстати, плюс? Это плюс. Это плюс. Когда ты получаешь много разных компетенций, много опыта на руку. И это рассматривает как плюс. А можно я сейчас услышал одну подсказку? Правильно? Нет? То, что вы сказали, что недостаточно там молодежи, которые как раз интересны сезонной работой. Правильно я вам слышал? Да? Так. Мало молодежи, которые интересны именно сезонной работой. Ну как Макдональдс, ты пришел, когда удобно поработал? Нет, нормально. И столько получилось, сколько поработал. То есть вовлечение и так далее еще. Смотрите, обратите внимание, что мы сейчас делаем, четко сформулировали задачу. Благодарьте, кто будет понятно, что нужно делать, чтобы решить. Видите? Я помогаю в данных случаях. Сформулировать это. И мы это все фиксируем. Так. Что-то еще? Элин, вы готовы дальше с этим работать? Сами. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.